Всем привет! Снимаю для вас новое видео. Рада вас приветствовать. На фоне этого цветочка, девочки, хочу вас поздравить с прошедшим днём Валентина. Мой цветочек уже, конечно, опустился. Вот такая вот длинная у меня роза. Подарил мне муж на день Валентина. Не люблю букеты, люблю одиночки, розочки. И розочки люблю такого очень необычного цвета. Вот камера пытаюсь вам передать цвет этого цветка. Очень красивый, был такой распущенный. Быстро они опадают, быстро они начинают лепестки опадать, опускаться. Очень люблю необычные цвета. Бывают сериакотовые, бывают вот такого плана. Вот такой вот цветочек. Всех с днём Валентина! Поздравляю! А у нас с вами что? Да, да, у нас с вами новое видео. В честь, так сказать, пришедшие новые посылочки с сайта iHerb, как вы уже успели заметить. Так что усаживайтесь поудобнее. И я вместе с вами. И будем с вами разбирать новую посылку, которая ко мне пришла. Чтобы мы с вами вместе разобрали и посмотрели, что же к нам пришло. Моя посылка была быстро сформированная на основании многих перемен, которые произошли у меня. Это связано со здоровьем. Я здесь немножко по... так сказать, по-тщательной подошла к этому подходу. Сдаю очень много анализов. Сдаю, чтобы проверить тщательно во всех направлениях тела как бы анализа. И пришла... Поняла, что мне не хватает и пришла к выводу, что нужно пропить. Хочу с вами поделиться, что же я всё-таки заказала. Есть такое один... Одна позиция с косметического момента. Это кисточка. Покажу вам две приправки и всё остальное, как говорится, БАДы. Значит, начала сдавать анализы. Узнала о таком человеке, враче, Наталья Зубрева. У неё есть свои книжки. Вот такую вот книжку я начала читать. Вальс гормонов. Очень доступным языком написано. Прямым, доступным, полезным, так сказать, языком. И поняла кое-какие моменты, причины даже той или иной симптоматики, кое-какие моменты. И всем советую эту книжку. Это не реклама, это мой личный отзыв. Очень мне понравилось. И как бы сейчас на основании этой книги, то есть я её читаю, изучаю и понимаю, что и как. То есть всё становится, спазно сходится, всё становится, раскладывается по полочкам, так говорится. Сдала много анализов, общий анализ, биохимию, гоногормоны. И также сдала анализ на витамины. Кальций, магний, натрий, железо, то есть много-много всего, и также витамин D. И к чему я пришла, тем более сейчас у меня такой процесс, немножко есть формирование тела, другим языком похудание. И я поняла, что мне что не хватает, все анализы в норме, всё классно, но я удивилась очень сильно по поводу витамина D. Об этом мы поговорим в конце этого видео, так что оставайтесь, будет интересно, расскажу в том плане, то, что связано с витамином D, может быть, кому-то пригодится, может, у кого-то такая же ситуация, и он не знает, как её решить. Значит, начнём, расскажу вам, что я заказала. Первая, как я уже сказала, одна позиция с косметического момента, это была кисточка, я её сейчас наносила макияж уже и спробовала. Вот такая вот кисточка для полноценного смешивания оттенков, как и заявляет производитель. Вот с такой вот ручкой, пластмассовая, розовая ручка, такая. Ну, что могу сказать по поводу этой кисточки, синтетический ворс. Первое впечатление достаточно хорошее, то есть, лёгкое покрытие. Наносила я тональную основу Герлен Ленжери. У меня несколько тональных основ, и поэтому, вы знаете, с каждой кистью тональная основа работает по-разному, так что здесь такой момент. У меня есть кисть Зоева, Зоева, вот такая вот, она плотно набитая, и не все тональные основы она покрывает достаточно хорошо. По крайней мере, это мой опыт, моё мнение. А вот это вот, да, сегодня покрыла хорошо, форма очень такая, достаточно удобная, и вокруг носика подойти, и вокруг глазок. Ну, неплохая, неплохая, что-то была на неё скидка 10%, в районе 600 рублей я её купила, буду пользоваться, буду смотреть. Сильной такой плотности, набитости нету, как вот предыдущие кисточки я показывала. Так что, может быть, разносит, да, разносит хорошо, то есть, как бы, растягивает, можно праймер также наносить, может быть, румяшки, корректор, то есть, как бы, как кто решит. В принципе, такими кистями можно всё, что угодно сделать, и почему бы и нет. Ну, это такая вот кисточка, вот такая вот у неё упаковочка. Первое, то, что могу вам показать. Дальше, решила я вас немножко вот так поставить. Второе, что хочу показать вам, поделиться. Заказала вновь пришедшими. Вот вчера пришла посылка, даже просто открыла, посмотрела, что всё в порядке, даже не стала ничего открывать. Значит, пришли ко мне приправы. Перед вами вот распаковываю, шуршу, в такой вот упаковке. Стеклянные баночки, такие вот, как бы, заупакованы, чтобы ничего не разбилось. Вы знаете, приправы заказываю не первый раз, но в такой упаковке приходит первый раз, честное слово. Значит, две приправки, марка Simple Organic, вот такие вот две приправочки ко мне пришли. А, значит, здесь сколько у нас получается? 26 здесь, а, нет, здесь 62 грамма и, что-то не поняла, 7 грамм, что ли, 7 грамм. Значит, что я здесь заказала? Это у нас идёт петрушка, вот такая вот петрушечка. Заказываю петрушку первый раз, я заказывала и кинзу, заказывала ещё какие-то приправы такие вот, ну вот этот вот первый раз заказываю в таком плане, вот петрушка. Вот, здесь пахнет, да, очень хорошо, но там надо открывать, то есть, как бы, и, соответственно, пользуюсь этими приправами. Уже не раз рассказывала, что очень-очень мне нравится, потому что эти приправы, они нравятся то, что нету никакого ни мусора, ни пыли, ничего, и очень хорошо даже вот, ну, работают, да, вот. Дальше, значит, вторая приправа, здесь у нас была приправа, у меня здесь как бы есть подсказка для овощей, специи для гриля, для овощей, органические, решила попробовать, у меня есть как бы новый ВОК, если вы видели, да, я рассказывала в одном из видео, и я вот люблю делать всякие там как бы блюда, и вот решила попробовать вот эту вот приправу, ну, запах такой, как бы приправы, так что попробуем, попробуем, как она будет себя вести, никогда тоже её не заказывала, решила попробовать, так, камера, что у меня, камера, будет, ну, вот не хочет, вот это вот, приправа, ну, вот две таких приправы заказала, значит, следующее, поехали, а, ещё из косметических, ну, я отношу к косметическому, косметическому, так сказать, африканское чёрное мыло, кусковое, ну, вообще, как оно сильно пахнет, очень-очень-очень ароматно, вот такое вот мыльце, просто обалденное, вообще, первый раз заказываю, у нас смотрелось про него видео, у нас начиталось отзывов, решила попробовать, потому что, говорят, что избавляет от каких-то высыпаний, от чёрных точек, убирает со временем, ну, вот решила, как бы начать пользоваться этим мылом, здесь у нас идёт витамин Е, алоэ вера, да, много таких там, как бы масла ши, кажется, если я не ошибаюсь, я читала про него, ну, вот решила попробовать, расскажу, 142 грамма, здесь расскажу, как оно себя проявляет, что оно из себя представляет, и дальше, значит, следующий, значит, здесь сейчас пройдёмся по БАДам, первый БАД, это у меня глицин, глицин, вот такой вот, марки Нау, значит, марка Нау, и что про него могу сказать, здесь у нас идёт, ни разу его не пробовала, но отзывы на него очень-очень хорошие, здесь идёт 100 капсул, капсул здесь, в одной капсуле 1000 миллиграмм, для чего нужен глицин? для того, чтобы восполнять нашу нервную систему, да, чтобы было восполнение, чтобы была защита, чтобы было меньше стрессов, либо мы, чтобы мы адекватно относились к стрессам, ну, и так далее, и хорошая работа мозга, он применяется, как и в взрослом возрасте, как с подростками, как старшеклассники, сдача экзаменов, большая нагрузка, учёба, и так далее, что могу сказать, что у нас продаётся в аптеках глицин, но глицин у нас, какой у нас идёт, в маленьких таблеточках, видели, знаете, вот такие вот капсулы, ну, небольшие, достаточно хорошие, здесь вообще рекомендуется принимать от одной до трёх капсул, но я планирую по одной капсуле, вот, и да будет нам счастье, да, будет нам хорошо, будем мы спокойны, вот, неплохие отзывы, значит, попробуем, попробуем, чтобы всё у нас было хорошо, такой вот глицинчик, марки, нау, ну, как всегда, у них проверка, GMP, как вы уже знаете, так что, просто если с аптеки пить глицин, вы знаете о том, то, что его надо достаточно много, долго пить, чтобы получить какой-либо результат, я пропивала, и не один месяц, и два, и три, по назначению врача-невролога, были у меня кое-какие проблемы, поэтому, как бы, и три года назад я пережила очень сильный стресс, очень сильный, и все эти три года, это познавание самого себя изнутри, свой организм, первый раз я с этим столкнулась, и с тех пор, как бы, я умею слышать и понимать организм, когда что-то происходит не так, ну, вот, глицинчик, он нам в помощь, значит, следующая парочка, которую хочу вам рассказать и показать, это Омега, да, Омега-3, и это Q10, вот такая вот парочка, значит, здесь марка Now, здесь марка Dr. Best, две эти марки, которые я очень сильно люблю, и, как бы, всегда рекомендую, ну, много что я пробовала, никогда проблем у меня не было, Омегу я заказала всем, моим сынам семьи, то есть мне, мужу и сыну, здесь у нас идёт в одной капсуле тысячи миллиграмм рыбового жира, fish oil, и получается 700, тоже в одной капсуле, 750 миллиграмм кислот, ПА-250, ДШ-500, итого 750, значит, 180 у нас получается капсул, вот это вот, вот это вот именно я беру первый раз, вот именно вот эту вот Омегу, потому что у Now очень много Омег, ну, всякого направления, всякой дозировки, именно вот эту беру первый раз, здесь получается по одной капсуле в день, это 180 капсул, ну, рассчитано на троих, на два месяца хватит, на два месяца хватит, капсулы достаточно большие, вот такие вот, да, такие вот капсулы, ну, меня спокойно все проглатывают, то есть и я, и муж, и ребёнок, как бы это, всё нормально, для чего нужно Омега-3, то есть, здесь даже заявляют они, что это двойная сила, для чего нужно Омега-3, отзывы хорошие, для наших сосудов, для работы сердца, для работы мозга, то есть, Омега-3, она у нас всегда в нехватке, потому что вы знаете о том, то, что восполнять её за счёт рыбы, это бесполезно, это не знаю, насколько рыбы съесть, и это первое, второе, то, что, если была бы достаточно такая хорошая, качественная рыба, которая нам требуется, да, то есть, достаточно там, чтобы было, она была жирности, чтобы было достаточно там, количество Омеги, и достаточно, чтобы было вот этих вот кислот, поэтому мы исполняем всегда за счёт вот этого средства, да, за счёт этого БАДа, поэтому будем пить, будем наблюдать, будем смотреть, и второе, то, что я приобрела, это Q10, Q10 пью я и мой муж, ребёнку я не даю, может быть, и можно подростку давать, но я не даю, для чего нужно, нужно пропивать Q10, у них такие вот маленькие, оранжевенькие капсулы, для чего нужно пропивать, для того, что, во-первых, они в парочке работают интенсивнее и лучше, это раз, и второй момент, Q10, это наше сердце, да, работа сердца, сердечно-мышечные, там, сосуды, мышцы сердца, и так далее, то есть, вообще, сосуды головного мозга, всё это, ну, связано, как бы, больше сердца, здесь 120 вот таких вот маленьких капсул, в одной капсуле 100 миллиграмм, 100 миллиграмм это суточная норма, да, и поэтому одной капсулы достаточно, то есть, одна капсула вот эта, и одна капсула вот эта, для взрослого человека, мужчины, женщины, без разницы, принимаете один раз в день, и всё замечательно, всё хорошо, вы знаете, когда мы это пропиваем, чтобы так вот видимы каких-то ощущений, что вот прям вау, нет, конечно, такого может быть и не происходить, хотя я хочу рассказать о своём опыте, что когда я начала только первый раз, три года назад, пить омегу-3, немножко другую там, то я увидела сразу результат, и по сей день я вижу, может быть, всё-таки, женщина больше видит и чувствует это, это состояние кожи, она становится более какая-то плотная, напитанная, увлажнённая, красивая, то есть, да, вот какое-то разглаживание происходит, волосы, волосы меньше ломкости, меньше сухости, состояние кожи на руках, то есть, вот это всё, это касается внешнего, да, то есть, преображения, а как внутри, то есть, мы уже сами знаем, то есть, на что оно влияет, ну, в сочетании с Q10, это QZ, да, то, это просто будет хорошее, как бы, ну, хорошее, как бы сказать, направление, если вместе, если вместе этого пропить, здесь тоже получается 120 капсул, это на 2 месяца, вот, на 2 человека, на 2 месяца, и напоследок, что я хотела вам рассказать, это, как я уже в начале видео, говорила, об витамине D, какая ситуация произошла, из моего опыта, я хочу с вами поделиться, я сдала анализ на витамин D, в своей поликлинике, анализ был бесплатный, и в форме 25 OH, сдается этот анализ, чтобы понять, какая у вас, уровень витамина D, в вашем организме, и что я увидела, девочки, мне стало настолько все ясно, откуда те или иные симптомы, которые у меня происходили, происходило очень много, и 3 года назад у меня тщательно было обследование с головы до 5, и не могли мне поставить толком диагноз, все-таки потом решили, что это связано с нейрологией, из-за сильного стресса, ну, как бы, по этой части, да, был прослечение, все вроде нормально, но все равно, что-то, что-то не до конца, что-то не хватало, и очень нарушился сон, нарушился сон, что я не могла засыпать, допустим, до 3 до 4 часов ночи, с утра я вставала разбитой, как будто бы на мне там куча кирпичей наложена, голова вот такая вот, и непонятно все, что происходило, потом получалось так, что вообще мышечная какая-то слабость, и все, которые вот есть симптоматики, когда нехватка Д, это у меня было выражено, а то, что касается волос, это просто какое-то было первый раз в жизни, я сама по своей профессии, то есть понимаю, что-то к чему-то как, и я понимала, что это все исходит изнутри, но это просто было какое-то выпадение волос страшное вообще, да, и даже мне было, даже было страшно в один прекрасный момент, что обычно это происходит, когда нарушение гормонов щитовидки, либо там женские гормоны, но когда ты все проверяешься, все нормально, то думаешь, да что же это такое, и когда я сдала на витамин Д, то я увидела свой уровень, в котором сейчас находится мой организм, свои показатели, это 21, мой показатель витамина Д 21, я сейчас не помню там какие единицы, в чем измеряется там, да, вот, естественно, это просто, это просто низко, у некоторых, конечно, есть и 8, и 15, как я увидела по отзывам, это все понятно, но это просто низко, а на сегодняшний день, как бы, да, заявления врачей наших здесь, вот как бы в России, заявляют, что норма показателя витамина Д должна быть от 30 до 100, очень большой такой промежуток, согласитесь, то есть 30 это минимум, но вроде бы 21 и 30, как бы, ну, там чуть-чуть надо догнать, но, вы знаете, 30 этого тоже недостаточно, вообще средний достаток, вот действительно, средний, это от 50 до 80, то есть это действительно та вот середина золотая, в которой вы чувствовать себя будете хорошо, и у вас не будет определенных, как бы, проблем со здоровьем, которые вы не можете отнести никуда, потому что симптомы можно отнести куда угодно, и гормонам, и, я не знаю, там, нехватка железа, и все что угодно, даже можно отнести, что ты уже стареешь, и все, ты уже, как бы, вот уже не молоденькая, не 20 лет, это понятно, но поднимать витамин D достаточно тяжело, то есть это не один месяц, это не маленький период, не одна неделя, не месяц, достаточно тяжело, и, допустим, поднимать витамин D за счет солнца, ну, здесь, знаете, я не думаю, что вы быстро и легко это поднимете, поднимать витамин за счет питания, витамин D не во многих продуктах находится, и поэтому, как бы, усиленно вы не сможете это сделать, если мы говорим, допустим, питание, то он находится в сливочное масло, он находится в рыбе, как я уже сказала, он находится в яйцах, он находится у нас в печени трески, ну, как бы суженный круг такой, знаете, ну, мясо, там, белок, допустим, но суженный круг, и поэтому ты приходишь к выводу, что нужно дополнительно принимать препарат с витамином D, для того, чтобы это восполнить. Значит, первый препарат, который я принимала, это был такой вот препарат с нашей аптеки, этот препарат назначила врач моего сына, по щитовидке, господи, как врача зовут, забыла, так, ну, что ты будешь? Значит, врач мне назначил моему сыну вот этот вот препарат, и он начал его принимать, там, в одной капле 500 ми, и она ему сказала, по две капли, за счёт этого не будет передозировки, это препарат Аквадетрим, на водной основе, но взрослым, конечно, здесь надо больше принимать, и он принимает этот по сей день, то есть у него там повышенный гормон, мы пьём йод, и как раз вот этот витамин D мы принимаем. Значит, это то, что касается вот этого препарата. я его начала принимать, ну, две капли, это тысяча ми, этого мало, для того, чтобы начинать, как для профилактики может быть, но чтобы восполнять, это мало очень, да, и когда я ходила к своему врачу-гинекологу, она увидела мои анализы, сказала срочно поднимать витамин D, тоже назначила этот препарат, мы начали пить, она мне его назначила по 7 капель, значит, и по 7 капель я начала пить, и что начало происходить? Началась аллергическая реакция, потом уже по отзывам я увидела, что у многих, у многих есть аллергическая реакция, в нашей аптеке продают на водной растворе АКВД-3, и на масляной основе, он как-то по-другому называется, значит, вот на этот препарат на водной основе у меня, значит, была аллергическая реакция, моего сына как бы нету вроде бы, а у меня она всё происходила, что-то он не хочет фикусироваться у меня сегодня, вообще бунтует, и поэтому как бы я его бросила, принимать, и решила заказать с iHerb от марки Now, вот такие вот, вот такой вот препарат, витамин D, здесь дозировка в одной капсуле 2000 иу, 120 капсул, это значит у нас получается в одной капсуле 50 микрограмм, да, микрограмм, вот, 2000 иу, ну, в моём случае нужно, конечно, принимать, это минимально одна капсула, но лучше всего, чтобы восполнить, не для профилактики, а восполняющие сделать, это нужно принимать по 5000 иу в сутки, ну, 5-4, опять же, две капсулы, да, то есть две капсулы, 4 иу принимаешь, и как бы раз в день, и это нужно делать в процессе, ну, как бы приблизительно двух месяцев, после двух месяцев сдавать опять анализ, и, соответственно, смотреть, какие есть уже показатели, какие есть результаты, я начала пить по две капсулы, и всё равно начала проявляться аллергическая реакция, ну, уже не в такой степени, как при этом препарате, то есть вот этот вот препарат, да, как вот при этом препарате, а начала реакция проявляться в меньшей степени терпимее, и я начала изучать этот вопрос, может быть, кому-то поможет, что выяснилось, что на определенные, здесь дополнительно к витамину D есть много вспомогательных компонентов, которые здесь вот заложены, то есть не просто чисто витамин D, там ещё, ещё много чего, можно как бы это, здесь есть сахароза, здесь бензиловый спирт, здесь много чего заложено, что-то на какой-то вот компонент здесь идёт у меня аллергическая реакция, ну, выяснять, это, конечно, долгий путь, и я знаю, что я склонна к аллергической реакции, здесь, в данный момент, вот в этих, ничего дополнительного нет, что здесь есть, это то, что витамин D выработан из ланаолина, может быть, на него и есть какое-то у меня аллергическое направление, ну, опять же, это надо выяснять, но я как бы, так как я изучаю этот вопрос и слушаю много как бы врачей, читаю книги, справочники, и прихожу к выводу, что возможно, так как я никогда в жизни не принимала витамин D, а у меня его нехватка, да, то есть возможно, что нужно организму привыкнуть к витамину D, употреблению витамина D, то есть это не в форме продуктов, а в форме именно вот БАДов, да, и начинать нужно с одной, всё-таки капсулы, с 2000 и У, хотя в наших, в наших аптеках, в наших, как бы, больницах назначают там дозировку от 600 до 1000, но опять же, эта дозировка является профиклассичной, если у вас 21 меньше, а вам надо дойти до 50, ну вы представляете, как бы с такой дозировкой вы никогда не дойдёте, я не знаю, сколько надо, год что ли пропить, а когда у вас, допустим, нужно дойти, поднять свои показатели, а потом уже остановиться и для профилактики, да, стоять, то есть, соответственно, нужно дозировку больше, это логично, и поэтому, как бы, и в одной капсуле здесь 2000, хотя есть такой же вот препарат, на херби, там 5000 в одной капсуле, но я как-то побоялась заказывать его, вообще, я очень всегда осторожно относилась к этому витамину, так вот, и в моём случае, может быть, у кого-то такой же случай, нужно просто, чтобы привыкание организма произошло, что вы употребляете витамин D, и поэтому начинать надо всё-таки с дозировки, с минимальной, вот у меня вот в одной капсуле 2000, всё-таки начинать с одной капсула пропить, и потом уже повысить дозировку до двух капсул, до 4000, и тогда в этом случае действительно организм среагирует нормально, я не могу сказать, что вчера у меня, вот я приняла две капсулы, да, 4 ИУ было, 4000, я не могу сказать, что прям, вот знаете, сразу аллергическая реакция, моя аллергическая реакция может проявляться по-разному, у кого-то вот высыпание, у меня такое тоже было, у меня начинает краснеть горло, и начинает какое-то вот там верхнее нюбо, оно как бы, знаете, чешется, скрежет там, всё такое, вот, с этим у меня вообще было такое, что у меня как бы, вот, у души, то есть оно не опухает, не было такого, но она как бы тяжело глотать, душит, не хватает воздуха, какая-то, какая-то сколванность происходит, как будто там сдавливается что-то, нет, в этом случае не было ничего такого, просто было, верхнее нюбо, оно как будто, знаете, вроде тебе кажется, что заболевание происходит, но нет, это не заболевание, вот, и, поэтому я решила, что буду принимать пока по одной капсуле, буду наблюдать, а потом уже повышу дозировку, чтобы восполнить, но, на маленьком сроке, я могу сказать вам вот что, что, не так давно я это все пью, и я хочу сказать одно, что я уже увидела результат, во-первых, я засыпаю сразу и быстро, мой мозг отключается, что очень важно, сон для нас, для нашего здоровья, для нашей красоты, во-вторых, то, что я высыпаюсь и просыпаюсь сама, это вообще для меня давно такого не было, в-третьих, то, что глубокий сон, то есть ночью ты не просыпаешься, ничего, то есть такого нету, вот, это очень важно для меня на сегодняшний день, потому что со сном у меня была проблема, ну и по самочувству в течение дня, очень-очень классно вообще, и перестали выпадать волосы, девочки, что очень важно, перестали в таком объеме выпадать волосы, я хочу сейчас даже вот постричься, сделать каре, что-то прям все это надоело, и очень-очень классно, конечно, помогает, поэтому присмотритесь к витаминную Д, но еще у меня есть такой совет, который я узнала, есть витамин Д, где выработка не из ланолина, а из рыбы, и, насколько я поняла, это в марке Dr. Best, есть такой витамин Д, при следующей посылке я обязательно закажу, вот, а пока что я попиваю вот этот вот, и достаточно хороший, достаточно хороший, ну, вот наше видео подошло к концу, наш разговор, я надеюсь, что я была кому-то полезна, может быть, у кого-то, кто-то сталкивался с такой же ситуацией, и думает, как ему поступить правильно, ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео, пишите какие-то, может быть, свои комментарии, свои какие-то посылы, свой опыт, расскажите, девчонки, свой опыт, сталкивались ли вы с этим, как вы из этого вышли, и что вы про это думаете, до новых встреч, и будьте здоровы, не болейте, и обязательно, обязательно, обязательно сдайте анализ на витамин Д, чтобы понять наши показатели, потому что вы тогда получите кучу ответов на свои вопросы, связанные со своим здоровьем, я в этом уверена, всем всего хорошего, берегите друг друга, пока-пока!